Значит, говорю о на днях миджорне, а ну покажи мне минималистичные сайты, чтобы они были такие все с сетками, со всякими элементами интересными, пускай они опираются на швейцарскую верстку, и обязательно пойди вдохновись на бихенцы дрибл. Ну и он показал. Здесь, конечно, явно видно, что он прям очень здорово вдохновлялся дрибл-шотиками, потому что, ну, по большому счету, все, что здесь есть, все, что он нагенерировал, это работает в формате вот таких вот шотов. Вот эта прикольная штука, мне она очень понравилась, благодаря этому графическому элементу. Вот это прикольная. Так, вот это вот покрупнее немножко, да, здесь прям интересно это все смотрится. Мне этот концепт прям очень сильно понравился. Тоже прикольный, ну, такое себе. Так, что еще новое? Вот это вот, кажется, это какой-то приветик, очень древний какой-то дизайн такой. Вот такая штука, ничего интересного, это даже и на сайт не похоже, тут тоже все ясно, все понятно. Так, что у нас здесь? Здесь у нас тоже какая-то сложно сочиненная история, тоже какой-то олдскульчик такой. Тут что-то прям совсем непонятное. Чашки с кофе, куча каких-то линий, всякой фигни, здесь что-то непонятное, здесь какая-то структура такая сложненькая. Так, что у нас здесь? Ну, тут тоже, в принципе, все понятно. Вот это мне нравится, как будто бы интересная картинка, по крайней мере. Вот это тоже какая-то картинка такая интересная. По тексту, по всему остальному, тут понятно, что смотреть особо не на что. Вот это какая-то банальная срань, вот это какая-то довольно банальная срань. Ну, короче, здесь очень четко проследуется дрибл след. Веб-дизайнеры, можете выдыхать, нейросети нас пока что не заменят, как видно по этим концептам. Я активно пользуюсь как Миджорни, так и другими нейросетями примерно с момента их появления, где-то около больше года уже. И вот какой вывод я для себя сделал. Рассматривая нейросети не как замену, а как очень сильное усиление и дополнение человеческих возможностей, мы открываем новые интересные дверцы. Давайте мои слова про усиление мы возьмем и проверим на практике. Возьмем один из концептов, который мне предложил Миджорни и попробуем их допилить до таких масштабов, чтобы из этого получился интересный и прикольный дизайн. Мне понравился вот этот вот шотик. Если бы увеличить, он выглядит вот таким вот образом. Здесь в принципе нет ничего интерфейсного. Ну, кроме вот этого куска текста и здесь какой-то снизу плашечки. Ну, вот эта графика выглядит многообещающе. Давайте ее доиграем и попробуем усилить вот этот вот неуклюжий концепт нейросети до крепенького профессионального дизайна. Звучит как план. Давай реализовывать. Кстати, если интересно, вот таким был запрос и я еще экспериментировал со стилизацией от 10 до 1000. Первым делом мне нужно расширить эту картинку в правую и левую сторону, поэтому я использую эти две кнопки. Сперва дорисовалась правая сторона. Здесь появился какой-то мелкий текст, но в принципе с ним нет никаких проблем, мы его уберем. Затем дорисовалась левая сторона. И вот таким получился наш главный первый экран. Кстати, при вот таких фокусах ширина картинки прямо из Миджорни без всяких апскейлеров у меня получилось 2048 пикселей. Что абсолютно окей и применимо для веба. Далее я закидываю эту пушку в фотошоп, убираю всякие ненужные элементы здесь, убираю текстовые штучки здесь и доращиваю вверх. Не знаю, пригодится мне это или нет, но пускай будет. Хочу, чтобы сверху у меня было больше пустого пространства для шапок и всякого другого контента. Дальше, мое самое любименькое. Залетаем в фигму и начинаем молотить ячмень. Так, с блэд, начнем. Полетели. 1920 на 4000, например. Автоматически сразу же полетела у нас сеточка. Пускай это будет 16 колонок. Гаттер идет нахер. Нахер идет гаттер. Оставляем белый здесь цвет, потому что фон у нас всего сайта ну явно будет темным. Ну прям явно он будет темным. Закидываем нашу пикчу и... и... Что дальше? А контентик-то какой? А текстик-то где? А за контентиками, так сказать, мы в карманы не лазим. Залетаем на те чаты GPT и говорим, ну шо ты, братик. Напиши текст для сайта о компании, которая занимается исследованием анализом больших данных, полученных от 1000 источников и имеющих 1000 параметров. Ну шо ты? И он такой чик-чирик-чирик, все нам пишет. Заголовочки есть, пару предложений есть, больше предложений есть, списочек на месте, еще больше текста на месте. Все на месте. Кстати говоря, вот вам лайфхак. Если пишете контент для концепта, сразу сообщите своему братишке из чат GPT о том, что вам нужно. А вам нужны заголовки, вам нужны списки, вам нужны предложения для колонок, вам нужны короткие предложения. Короче, все, что нужно, он вам все выгрузит. Ну и все начинается с большого текстика, который нужно как-нибудь красиво положить, оформить, и это будет хорошим первым кирпичиком. Inveiling insight from complexity. Как бы сообщает нам наш концепт. Знаете что? А пускай это будет IBM Plex Mono. Пускай, пускай. Ну и конечно же снизу текстик моментально полетел. Невероятно, но факт. Беру 13 размер. В целом он в этом моноширинном шрифте вполне себе окей читается. Так, за основу я возьму в сетку в 1440 пикселей. Это значит, что справа и слева у нас по две колонки останется. Это значит, что нам нужно вот сюда и вот сюда поднакинуть какого-нибудь контента, для того, чтобы по бокам это все пусто и скучно не смотрелось. Берем список из шата GPT, сбор, предпроцессинг, аналитика, моделирование. Ну, в принципе, как бы все понятно. Теперь вот эту всю сраньку нужно как-нибудь оформить. Я думаю, что, учитывая, что у нас много таких тоненьких аккуратных линий, я бы это все взял бы в какие-нибудь тоненькие аккуратные рамочки. Выглядит вполне себе прилично и очень даже подходит под общую стилистику. Так, ну и раз мы это все выровняли контентом с правой стороны, с левой стороны, это тоже было бы неплохо чем-нибудь уравновесить. Поэтому я вставлю сюда Big Data. Это у нас как будто бы логотип или что-то в этом роде. И в целом и в общем вот так вот это выглядит. Давайте уберем сеточку для того, чтобы посмотреть. С точки зрения контента у нас плюс-минус всего хватает, все уравновешено. Но не хватает каких-нибудь свистоперделочек, как мы с вами любим. В качестве свистоперделочек просто легко и быстро жахаю вот такой вот симпатичный, аккуратненький сет иконочек, которые будем дальше использовать по всему сайту. Ну и какую-нибудь вот такую срань в качестве логотипа тоже жахнем и чик-чирикнем. Ну и получается вполне себе сексуальный блочок вот здесь вот. Сюда мы присыраем типа логотипчик, эту штуку выравниваем по заголовку. Ну и вроде как хорошо, ну хорошо. Давайте еще парочку присыралочек сделаем. Во-первых, жахнем сюда снизу кнопку «Fuck you». А вот тут сверху вот так чик-чирик-чирик-чирик. И вот такое маленькое, еле заметное, сексуальное. Методология и чувствовать снизу комплекса. О-К-К-К! Нормально? Нормально. Вот так могут нейросети, а вот так можем мы с вами. Ну давайте еще снизу досыпем немножко контента, чтобы это более собрано смотрелось тоже зрение понятного концепта. Тем более не совсем понятно, как после обрезания этой картинки дальше будет ехать контент. Значит, во-первых, фончик делаем вот таким Вот берем его отсюда, определяем Вот таким у нас будет фончик Во-вторых, хочу вот этому синему фоновому Такому размытому блику подыгрывать и в контенте Поэтому чирекс присыраем сюда вот такую вот овальную размыстяжку Есть такое правило Если мы на что-то не можем повлиять Нужно это не прятать, а усиливать Вот я никак не могу повлиять на этот резкий переход от картинки к фону Замазывать его, делать его мягким я тоже не собираюсь Поэтому что сделаем правильно? Усиливаем его, бля Ну, сука, вот такую красную линию, которая активная и такая хорошо заметная Нормально, нормально, подходит, подходит Дальше следите за руками, показываю один раз Берем, копируем вот эти шарики Эти шарики как будто бы выпрыгивают с иллюстрации И склеивают нас следующим экраном Дальше кидаем заголовок со всеми предыдущими стилями Берем все то же самое, как сверху, ничего не выдумываем Единственное, что иконку отсюда пересылаем вот сюда А эту часть вместо логотипа вставляем сюда просто текстовую штуку UIC Это название как будто бы компании Вот это вот UIC Ну и UIC Ну и хорошо, ну чё вы придираетесь Дальше вхерачиваем текстовый блочок На, сука А потом еще один текстовый блочок Помните, да, что это от моего братишки, который мне все вот это вот и подготовил Теперь давайте приклеим сюда капельку свистоперделочек Вот такую перебивочку сюда вставляю Она просто из слэша сделана, все просто Вот такие концептуальные кнопочки Когда можно кликнуть сверху И это вроде как будет кэбаут И можно кликнуть снизу Это вроде как будет кейсервисес Ну это так Давайте не будем на этом заострять внимание Вообще, давайте сделаем паузу от фигмы И немножко поболтаем Вначале я говорил про усиление и дополнение В чем это проявляется? Во-первых, я значительно сэкономил время На этапе концепции Потому что нейросети мне предоставили сырой материал для дальнейшей доработки Во-вторых, иногда они могут предложить какие-то неожиданные решения Стимулируя ваше креативное мышление Если бы вы пошли, посмотрели бы референсы Что бы вы сделали? Готов замазать, что это был бы минимализм Швейцарская верстка и что-нибудь в этом роде В-третьих, это открывает простор для экспериментов Это искусственное вдохновение Которое может привести к чему-то интересному Так, давайте еще дожарим жопку сайта Здесь снизу я еще раз вставлю вот такой крупненький заголовочек И иконочка, запланировать звонок То сюда вставим Очень просто Берем какой-нибудь подходящий кусок с нашей картинки и иллюстрации С помощью смешивания слоев делаем его псевдопрозрачным Подкидываем парочку шариков для композиции Изи, изи Вот такой динзнижин у нас с вами получился В общем-то абсолютно безболезненно Легко и, можно сказать, приятно А теперь Фокус, фокус Внимание Не каждому дизайнеру подойдет такой подход Непрофессиональные дизайнеры Те, у кого мало опыта Могут столкнуться со значительными проблемами В обработке такого сырого материала Самое главное Нужно иметь необходимые навыки И насмотренность Для отделения хороших идей Которые выдает нам нейросеть от плохих Помните, что в большинстве случаев это все-таки плохие идеи До тех пор, пока вы досконально не научитесь работать и понимать принцип работы нейросетей Вы будете копаться в огромной цистерне говна В поиске вот такого малюсенького кусочка золота И непрофессиональные дизайнеры могут сделать еще хуже и без того плохой концепт Добавляя в него все новые и новые ошибки Для непрофессионалов очень велик соблазн Использовать сырой материал как готовое решение И это в конечном итоге может привести к созданию некачественного продукта Именно поэтому мы с вами видим так много картинок Абсолютно банальных, повторяющих друг друга Всякие там котики-супергерои Красивый фотореалистичный котик в костюме Бэтмена Окей, я понимаю, как это делают люди, которые не являются дизайнерами Они познакомились с нейросетями Увидели, что у них там куча возможностей И вот они балуются, играются Но когда я вижу, как мои коллеги-дизайнеры делают котиков в костюмах киногероев Для опытного дизайнера в контексте его профессионального опыта и понимания дизайнерского процесса Вот этот вот сырой материал от нейросети может стать не просто отправной точкой Он может стать значительным сдвигом с пустого листа Это не только экономия времени, но и возможность сразу начать работать с конкретными идеями Если хотите, это шанс применить свои профессиональные навыки на более глубоком уровне Создавать дизайн, который будет отвечать как потребностям пользователей, так и, возможно, бизнес-целям проекта Ну и в целом, это какая-никакая, но возможность выйти за рамки стандартных решений И придумать что-нибудь более уникальное Увидимся!